Получать ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет станет проще. С 1 ноября сократили перечень документов, необходимых для получения выплат. Теперь не нужно предоставлять сведения об алиментах. Новость для автовладельцев. Электронное извещение о ДТП теперь можно оформить в любом регионе, где бы не произошла авария. Но есть ряд условий. Оба водителя должны быть застрахованы и зарегистрированы на портале госуслуг. Также важно, чтобы в ДТП пострадали только два автомобиля. И не был причинен ущерб третьим лицам и не было пострадавших. Помимо этого, бумажный ПТС на новые автомобили заменят на электронные. ПТС старого образца станут выдавать лишь взамен утерянных или пришедших в негодность. Еще одна новость для автолюбителей. Импортеры и производители теперь обязаны маркировать шины. Это поможет потребителям узнать всю информацию о товаре. Хорошая новость для отпускников. В России возобновляют авиасообщения с Кубы, Сербии и Японии. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Также увеличат количество рейсов в Швейцарию, в Белоруссию, в Арабские Эмираты и на Мальдивы. И в заключение еще одна хорошая новость. В России вступил закон о запрете курения кальянов в общественных местах, в том числе в ресторанах и в кафе. Согласно новым правилам, в заведениях общепита нельзя курить не только сигареты, но и кальяны, электронные вейпы и любые другие их аналоги. Всем нарушителям грозит штраф. Ексения Лестратова, Вячеслав Батоев, Новости дня.